Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Сегодня я как встала, встала в 8. Вчера посмотрела мотивирующий ролик и решила, что все, теперь режим дня, каждый день работы и все дела. И как только я встала, мне резко захотелось мака. Я решила себе не отказывать. Почему нет? Я заказала разные бургеры, которые там есть. Вот, например, бургер с рыбной котлетой Big Mac, который я не очень люблю. Я больше люблю макчикен и всегда беру именно его. Big Mac здесь лук и вот эти две котлеты, не очень удобно. Ну, в общем, я взяла. Еще плюс, луковые кольца очень странные, они почти черные. Может, теперь начали так готовить, но выглядит как-то странно, потому что раньше с наггетсами были в один цвет. Либо забыли, либо пережарили, но смотрится как-то странно, если честно. И сюда идеально бы подошел спрайт, но мне почему-то захотелось чаю. Чай. Хотя давайте спрайт тоже нальем, чтобы он тоже был. Рассказывайте, как ваши дела. Я еще никак не отошла от Нового года. Если вы думаете, что я лентяй ничего, ничего не делаю, это совершенно не так. Загляните на мой бумажный канал, и вы увидите, что я через день снимаю туда контент. Я поставила себе цель, которую потихоньку добиваюсь. Так, давайте начнем с этой. Прям течет. Это относительная новинка в маке. Обычно как в маке новинки появляются, потом проходит немножко времени, никто не покупает. Их как бы убирают с производства. Изменю. Ну, этот, видимо, понравился. Такая нежная булочка. Последнее время я смотрю много видео из серии американского BBC. И там один из исследователей сказал, ну, такую вещь. Вы замечаете, что в развитых странах люди живут гораздо дольше, чем, например, в каких-то африканских странах. Хотя у них нету ни фастфуда, ни вот этой вредной еды. Поэтому пофиг, едим. Попробуем эти экстравагантные луковые кольца. В этот Новый год я прям поздравила всех. Мамы обычно всегда ругаются на меня. Что поздравь тетю, поздравь дядю. Опять ты забыла. А в этом году я звонила всем своим родственникам и всех поздравляла. Прямо реально от души. И причем добровольно. Мама меня не просила это делать. Вообще, когда мне родители что-то говорят, сделай вот это. Вот мне не хочется это делать. Вдохновение, желание должно исходить чисто из моей души. И в этом году мама как бы не наезжала на меня, чтобы поздравить кого-то. Я как-то сама поздравила всех просто. И некоторые просто были очень удивлены моим звонком. Поэтому надо как бы поздравлять всех почаще. Дальше давайте бик-мак. Я вот так вот разрезала. Здесь лук есть. Это мне не очень нравится. Хотя там есть функция убрать лук. Я чуть забыла совсем. Почему-то в этих бургерах я не чувствую, когда мясная котлета, я не чувствую мясо. Это, конечно, вкусно, но я не чувствую мясо. Раньше мама ругала. Сколько можно сидеть в телефоне, сколько можно втыкать, испортишь себе зрение, успокойся. Пойди прогуляйся. А после того, как у мамы появился телефон, теперь уже и телевизор. Мама просто целый день в ТикТоке или в Ютьюбе. К Инстаграму она равнодушна. И вы прикиньте, что? Начала она смотреть одного блогера, и она рассказывает, рассказывает, на самом деле, умные вещи про то, как мы загрязняем нашу планету, и что нужно сортировать мусор. И что вы думаете? У меня мама уже неделю сортирует мусор. Нам еще плюс внизу мусорные баки поставили, новые. И там написано для бумаги, для стекла. На новый уровень выходим. Мама во всю начала сортировать мусор. Вообще, с появлением телефона мама очень сильно изменилась. Для нее идеальная пара. Как вы думаете, кто это? Джиган и Оксана Самойлова. Она постоянно показывает мне их фотки и говорит, идеальная семья, когда у тебя будет семья. Мама прям как губка впитывает нужную информацию из интернета. Это, конечно, очень хорошо. Каких-то ученых смотрит. она знает даже, кто такой Илон Маск. И она смотрит его интервью. То есть, мама, до появления интернета и после это два разных человека. Реально. Реально очень изменилось. Так, этот попробовали, эту попробовали. Давайте Мак Чикен. Мак Чикен, это, конечно, любовь. Некоторые жалуются, что мало стало видео, почему не снимают и так далее. Я снимаю. Просто больше упор с Нового года я начала давать на бумажный канал. И там реально очень много подписок. Очень хорошо канал развивается. По идее, нужно составить план дня, график, снимать и туда, и сюда, правильно распределять свое время. Но пока что это у меня не получается. Вот у меня просто вдохновение. И особенно, когда очень много людей подписываются, появляется такое невероятное вдохновение. Я просто открываю глаза и первая моя мысль надо сделать эту коллекцию, надо сделать так. Надо там, не знаю, вот так вот сказать. Сейчас в день по 1500, по 2000 человек подписываются на мой канал в день, прикиньте. И то, что я забила на YouTube, это неправда. Я буду обязательно снимать. Сейчас еще должны привезти под телевизор. Мы заказали. В инстаграме, наверное, вам покажу, какое заказали. Сейчас я понимаю, что камера стоит на самом темном режиме, прикиньте. На самом деле, в комнате сверло, но он снимает с таким затемнением. Иногда это получается очень атмосферно, и многие в последнее время именно так снимают. Но мне кажется, для мукбанков это не то освещение, которое нужно. Я наелась, мои хорошие. Реально было очень вкусно. Мы попробовали все бургеры. Сказать честно, как всегда, мне больше всего нравится макчикен. Несмотря на то, что я его съела последним, уже как-то была немножко сыта. Никогда не любила биг мак. Почему-то мясо, оно мне напоминает какую-то резину. Невкусно. Вообще бургеры с мясом в маке мне не нравятся. Даже если это маленький такой чизбургер. Если он с мясной котлеткой, то он мне уже не нравится. Рыбная котлета. Очень вкусная. Действительно пахнет рыбой. Вы чувствуете это. Но, естественно, мое сердечко за макчикен. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.